Ребятки, всем привет! У нас сегодня на обед перец фаршированный. Я сделала просто на бульончике, без зажарочки. У нас идут что-то ноги кальмаровские. И салат, помидоры, огурцы, лук, черный перец, соль и майонез. И вот этот соус, ребятки, бомбический, батон. И, ребятки, все, кто есть, всем приятного аппетита! Ребятки, всем привет! Всем привет! Сегодня у нас на обед перчик, ребятки, фаршированный. Салатик, кальмары, ноги кальмаров. Подождите. Да, ноги кальмаров и вот этот шриша, что там? Шруша, Шушара, Шришара, Шрирача, ребятки. Ребятки, все, кто есть, всем приятного аппетита! Да, всем приятного аппетита! Всем приятного аппетита, салатик! Название, конечно. Кто срача пишет, ребятки? Шрирача! Знаете, где в Ютубе увидела, что-то там с этим тут срезаем? А это, видоснайте, кто покупает, кто за границей был, отдыхал, вот, ну, отдыхает там, да, на море есть. Мы же нигде не были, ребятки. У нас наше море, это джубга. Мы-то выезжать-то стали, ребятки, на море-то, как по-человечески. Вот когда, два года назад, да, вот было видео, у нас на Ютубе есть, на Шиндер-Мандер-канале. А до этого мы могли себе позволить один раз за все лето один раз поехать, как один раз. Рано утром выехали на машине, вечером приехали. Потому что надо клубника нужно, ее нужно заливать, поливать и отдыхать некогда. Это вот, когда мы отошли от клубники, уже начали вести Ютуб-канал Шиндер-Мандер, в двадцатом году мы поехали в джубгу. И вот там вот, это была первая наша поездка, потом мы ездили в Лазаревское на следующий год. И в том году ездили ненадолго, дней на пять, тоже в Лазаревское с детьми. Вот весь наш отдых, ребятки. А кто любит ездить, ну, есть, я, вы знаете, как хочется путешествовать, но, ребятки, не до путешествия. Сейчас у нас ремонт, ребятки, и переезд. Но, видно, вот этот соус покупать, кто ездит в Таиланд. Потому что, смотрю, здесь Таиланд, Майланд, вот это вот все лето. Ну, короче, Таиланд, да, ребятки. Я в комментарии говорю, а вкусный, нет? И все пишут, бомбезда, особенно с мясом. Вот там Ирочка написала, вообще он хорошо. Я говорю, он, я попробовала, он такой острый, он сначала будет острый, потом вкусненький. Короче говоря, ребятки, все говорят, супер пупок. Ну, и мы будем есть. Ты будешь, надо попробовать, да. Ты много будешь? Ты сейчас опять будешь потеть, да. Немножко. Видите, он, ребятки. Это не реклама, да, я купила, ребятки. Даже не показываю, где и что. Ну, легко догадаться, правильно же, ребятки? Ну, знаешь, такое ощущение, что как будто он пахнет светом. Знаешь, чем похоже? Вот этот тайский же есть светлый на крахмале. Вот сильно запах похож. Ладно. Приятного аппетита, ребятки. Прикольное. Давай, кто первей. Чего? Съест. Перец. Все. Ребятки. Вот честно, да? Так хочется увидеть все страны, да, вот, попутешествовать, да, ребятки? Ну, мы обязательно детям покажем Южную Корею, обязательно. Дай бог, дай бог, мы не знаем, что будет завтра, знаете, не надо, да, зарекаться. Хотелось бы показать Южную Корею и хотелось бы показать очень сильно Ташкент, Узбекистан. Я люблю перец с майонезиком. О, какой он острый. Вкусный. Сегодня, ребятки, были на рынке, и у Андрюши взяли овощи, и он на сдаче нам перец дает, стручковый. Я говорю, ой, не надо этот перец, потому что все эти ранние перцы, они все, знаете, уже как заведено, трава травой. Ну, знаете, вот, блин, смысл я этот перец куплю, если я покупаю болгарский. А он там сдача должен дать, сколько там, неважно, короче. Он говорит, давай, если ты, говорит, он тебе будет не острый, если ты его съешь, а я тебе сдачу возвращаю. Если ты его не съешь, сдача моя. Он такой молодец, вот, такой коммуникабельный, знаете, на язык подвешенный. И у него на рынке правильные весы, ребятки, не обманывают. Такой трататушечки тогда, молодец. Спрашивают, почему в салат лезьте ложкой. Потому что этот салат я набрала мне и Саня, ребятки. Там вот эта юшечка вот с майонеза, да, вот этот сок, это самая вкусная вещь. Ребятки, я голодная. Собака. Вообще, Андрей в этом плане молодец. Угу. Ну и этот. Я беру, протираю перец, кусаюсь на серединке. Он не горький. Ближе туда, к хвостику. Он мне берет вот так вот, разламывает. И говорит, на, ешь. Я его как вкуснула, ребятки. Потом я летела, как торпеда, до дома. А он смеется, как черешня закусеет. Ну, он в дачу вернул. Вот я ем без майонеза этот перец. И меня вот прям вот... Тего-то не хватает. Ей не хватает прям. Вот пустота, пустыня. Вот пустыня. Не, ну, перец вот этот, он, конечно, очень жгучий. Он вообще атомный. Да, я. Да, я же культурный. Чем не? Он прям очень жгучий, ребятки. Вроде бы сели, а я уже, ребятки, доедаю. Надо попозже съесть в магазин хлеба купить. Ребятки, белый хлеб едим. Батон едим. Хлеб. Я говорю, сколько уже сидим на черном хлебе, и хоть бы на... Ребятки, я уже вешаю 96, ребятки. Только я не знаю, от чего. Потому что я могу завтра проснуться, я буду весить 100. Вот так у меня. Я говорю, какая разница? Белый, черный, все равно толку нет. Поехали, Саня. И мы недавно полдесятого. Полдесятого вечера поехали в Пятерочку. Набрали продуктов, набрали вкусняшек. Как с голодухи, знаете? В холодильнике шаром покатит. Захожу на кухню, а здесь Рома сидит хлеб с маслом ест. Мам, так хочется, что вкусно. Не, ну все готовили же, и пекли, и все делали. Ребятки, обалдеть вот это вкусно. Ноги кальмара. Поехали, Саня, набрали продуктов. Смотрю, на верхней полке лежит это. Шпротный паштет по 25 рублей. Главное, не в середине, не где-то, а наверху у нас. Потом вышла в Телеграм девочка, говорю, а я им хлеб с маслом и паштет, и сладкий чай. Вкусно, да? Он стоит 25 рублей, ребятки, всего. Почему паштет 25 рублей, а шпроты там под 200 рублей? Вот что это такое? Почему так? Не знаю. Может из-за того, что рыбка там цельная в шпротах. Ну, все равно же рыба. А в паштете шпрот или вообще? Ну, короче, 25 рублей, представляете, стоит банка. Обычная консервная банка. Ребятки, время полшестого. Мы только сели обедать. Ты завтракал? Да. Что ты ел? Я эту самсушку одну съел. А, я тоже самсушку ела. Я самсушку пекаю, ребятки. Я тоже. Ребятки, так я за весь день, вот сейчас, я одну самсушку съела. Сань, я одну самсушку съела одну сила. Ребятки, будет добавка. Это не дело. Я хочу есть. Я не крокодил, но я хочу есть. А ты? Еще, да? Нет, я нормально. Что ты меня позоришь, Сань? Один. Один? Ну, ладно, один. Один. Просто бывает, знаете, как вот жарко, аппетита вообще нету. А потом ближе к вечеру такое ощущение, как будто целый день ты действительно ничего не ел. Ему хочется есть. У нас вот племянник Саня, да? Мариный брат, говорю, господи, сын. Он практически полмира повидал. Любит очень сильно путешествовать. Я бы тоже. Вот так здесь, представляете, показать, да? Вот своими глазами увидеть то, что, я думаю, многие, да, тоже не видели. А может, многие видели. Многие же люди ездят за границу. Отдыхают. Говорят, я раньше слышала, знаете, что вот, я слышала, я не была в Сочи. Ну, мы были там, в Сочинский район, да, Лазаревска, где Красная Поляна, но там не была. Да, хлеб? Ребятки, я слышала так, что раньше дешевле было отдыхать в Турции, где все включено, чем в Сочи. Потому что в Сочи очень, говорят, все дорого. Дешевле в Сочи, в Турции. А сейчас слышала наоборот, что в Турции очень дорого. Не знаю, ребятки. А можно ли сейчас вообще на море ездить черное, вот что. А, ребятки, у нас Леша, мы сейчас Лешу проводили. Леша поехал в Абхазию на море. Он если на море едет, у него сейчас отпуск. Если на море, то едет в Абхазию. Ну, он сотки показывал. Там вода, знаете, какая? Там не как Лазаревскому, не как Джубе. Она там прям, знаете, ребятки, она прям прозрачная. Прям голубая и прозрачная. А, по-моему, я уже не хочу есть, Сань. У-у-у, я даю вас. Медленно я. Ну, я пока не знаю. Ну, мне, в принципе, нормально. Вот, два перчика съел. Там еще салат, Саня. Интересно. С животными тоже путешествуют? Ну, я знаю, что если на самолете лететь, надо животному там справки от ветеринара. Все, у нас же мама же Марсика везла в Ташкент. Все, все, все как надо. Там не провезешь просто так. Ой, ребятки, скоро убиралась я в зале, собрала вещи. Кстати, сейчас поедем на Валдерс. Пришли вакуумные пакеты. Ребятки, вот эти вакуумные пакеты в фикс-прайсе, все практически 99%, все опять. Да? Нехорошие. А столько полкоридора вещей. Еще, знаешь, что надо, Саня? В Леруа Мерлен купить вот эту штангу. Вещи, куда на вешалке вешать. Понял? Детские вещи и наши куртки-то тоже надо перевозить? Ну, да. Мы все на эту вешалку повесим, накроем каким-то пакетом, да? Да, можно. Сделаем так. Уже, ребятки, пора. А вот в Валдерс я заказала эти-эти, вакуумный пакет. Не знаю, что там придет. Что там пришло, то есть. А по отзывам, что, нормально говорят? Кто как. Ребятки, мы же в школу ездили, сдали документы. Саня, я говорю, Саня, ты заходи туда, а тут там так душно, так жарко было. И надо в кабинет было зайти. Там сидеть, там родители. Я почитала в комментариях, девушка написала, что это у нас, знаешь что? Я тебе потом скриншот покажу. Короче, я тебе скриншот покажу. Почему мы туда сдавали документы. И у нас будет школьная форма, ребятки. Там не то, что вот белая кофточка, там надо черную юбочку. Ребятки, школьная форма. Все. Лафа закончилась. Хотя, ну, у нас в школе тоже школьная форма. Белый верх, темный низ. А здесь строго, знаете, как дали Сане, да, номер телефона. Что там, визитки, где эти школьные формы шьют, делают. Ну, короче, в июле, в конце июля, будет собрание родительское, представляете, ребятки. Саня пойдет. Да, будет большое родительское собрание. Причем школьная форма, вот именно, вот как в Советском Союзе. Я только за. Я только за. Просто, ну, жалко еще вещи, есть такие красивые. Хочешь тоже надеть, да, выйти? Школа из школы, правильно, ребятки? Я считаю, да. Там, конечно, красиво было в фартуках белых, да, в черных, гипюровые, вот разные. Воротнички белые, вот эти, господи. Манжеты. Манжеты белые, да? Какая красота была. А сейчас оверсайз вот эти все вещи огромные. Кофты, да, футболки. Как пугало, вот эта мода. Мне не нравится она, ребятки. Кушай, Сань, ноги. Я нормально поел. Наелся. Ой, ребятки, так честно, волнительно все это. Я написала, я не говорила это, я написала в комментарии, что мы ничего продавать здесь не будем. Мы все оставляем. Ты знаешь, Сань, сколько людей много порадовалось. Спасибо вам огромное. Знаете, вот настолько приятно, да, вот люди, люди так относятся. Говорят, Люба, вот как будто свой, да, дом. Вот, я говорю, у меня мурашки, как у жара, клянусь. Люди так рады, что мы не продаем, что нет, что это наш дом. Я говорю, нет. Как только не думали, что только не думали. По, вот, и по тому, и по другому. И как, что, и все, зрительно нет, ребятки. Продавать мы не будем. Наш дом остается. Он наш любимый. С таким трудом все это доставалось. С таким трудом все делали, говорю. Не доедали, делали, не доедали. От того, что все сами делали, самостоятельно, да? Не от того, что сами становились. Мы сейчас тоже можем самостоятельно пойти там в двушках делать. От того, что как это все давалось сами. Мы год на ванную копили. Вот там ванная, не кафель, ребятки. Пластик. Руками полезло. Но это ноги, ребятки. Они уже, видите, вот такие вот. Но они вкусные. Че, я то, что беру рукой, то я и съедаю. Я вот так же не делаю. Классно. Так уже хочется. А с другой стороны, знаете. Я не представляю этот момент. Знаете, он у меня такой двоякий. Я не представляю. Знаете, одно дело в Краснодар съездить, там посмотреть все это, там, ремонт, ремонт, все. И вернуться в свой родной дом. А другое дело из родного дома уезжать туда. И ты знаешь, что ты там будешь спать, в школу ходить, там, это, в магазин. А дом? А дом? Я сейчас плакать начну. Я вас всех отправлю, туда буду здесь одна жить. Я сейчас плакать начну. Это живой организм. Помните, про домовых говорили, а, ребятки? Ой, сколько людей, столько и мнений. У нас дом очень хороший. С хорошей, ребятки, энергетикой. Да? Да. Потому что многие и родственники, все говорят, к нам приезжают, вот, спокойно отдыхают. Да. Без напряг, без ничего. А давай не будем опять эту тему поднимать, а? А то скажут, Люба, как всегда, права на 100%. Не надо. Как говорится, поживем, увидим. А клеенку купили, а что ее до сих пор не постелили? Я попозже постелю. Это как с этой, стелили, да? Год. Все. Ребятки, наелись. Вкусно. Да, вкусно поели. Даже без добавки, ребятки. Всего лишь дополнительные два кусочка хлеба и ноги кальмара. И вот это вот, ребятки, ну вот как это можно оставить? Это преступление просто. Макашечка вот это, да, ребятки? Пока я все тарелки не вылежу, я не успокоюсь. Экономная. Самая вкусная. А ты, а Саря у нас это не ест, ребятки, он не любит. Вот все, что Юшечка есть, он не ест это. Короче, вот такие дела, ребятки. Дай бог, чтобы все были живы и здоровы. Да, это самое главное. Сейчас я сидела в телеграме, и женщина написала, что живет в Астрахани. И переезжает в Краснодар. И у них собака, и она не знает, что делать. Собаку брать нельзя. Не знаю, по каким причинам я говорю, я выйду, девочки, через 40 минут. Через 40 минут. Я говорю, этот, у вас в собаке фото есть? Женщина говорит, нету, я на работе. Сейчас приеду домой, сфотографирую. Хочется узнать, по какой причине женщина хочет оставить собаку. Причин может быть много. Ну вот нас, да, например, ребятки, мы забираем с нашего Арчи. Мы забираем. Я знаю, что это будет... У нас будут с этим проблемы в квартире. Но мы постараемся приучить. Я не смогу своего ребенка оставить. Он мой ребенок. Он наш ребенок, да, Сань? Он наш с тобой ребенок, Арчи Александрович. Он самый маленький. В этом году ему уже три года. Кстати, ребятки, да, надо, наверное, кастрировать, да, его? Да? Вот мы прежде, чем поедем туда, наверное, надо кастрировать. Потому что мы там его сводить не собираемся ни с кем. Наверное, надо кастрировать. А там мало ли что. Наверное, ребятки, нашего Арчушеньку нужно будет кастрировать. Узнать все это. А может, не надо. А может, надо. Не знаю. Но он здесь постоянно выбегает из-под ворота. Сань, дырку закрой кирпичом, чтобы он не убегал, а? Постоянно бегает. Другое место найдет. Ну, а чтоб не бегал, надо кастрировать. Я не знаю, наверное, надо в Майкор туда, в эту клинику позвонить, да? Очередь занять. Там же все-таки клиника, а это собака. Мало ли что там. Дома я боюсь. Но мы на дому, к нам на дом ветеринар приезжал. И наших котов. Чик-чик-чик. О, и яички. А здесь, ребятки, не знаю. Нужно собаку, не нужно. Можно проконсультироваться у них. Ну, позвоним, спросим. Позвоним. Ребятки, а мы сейчас пойдем собирать малину. Потому что малина спеет, и мне нужно ее, знаете, что сделать? Мне ее нужно свежий кирдык-пердык в холодильник. Потому что следующее урожай, это будет уже конец августа. А неизвестно, мы ее сможем собирать. Вообще, мы будем здесь или нет, конец августа. Может, с сахаром сделаем? Ну, как всегда, я делаю в холодильнике вот это. Без варки. Свежую. Вот так уже и сделаем. Ребятки, все, мы пошли. Вот такой у нас был небольшой мукбанк. Всем самое главное крепкого здоровья, чистого мирного неба над головой. Самое главное, вот это вот. Остальное все, было бы желание, все приложится. Вот. Дай бог. Ремонт у нас закончится скорее. Мы переедем. Дай бог, все нормализуется. Как здесь будет, ребятки, вот, правда, не знаю. Мы приняли решение, что мы ничего не продаем. Дом остается. Вот. Но как дальше, правда, мы еще не думали. Там, авито, мавито, это, то мы ничего не делали и не делаем. Ни на заборе вывески, нигде. И даже по знакомым никому ничего. Вот. Ну, дом остается с нами. Конечно, он не будет пустовать. Дальше мы подумаем, как что. Ну, да. Потому что, вот, потому что вот так, ребятки. Все, всем спасибо. Ребятки, я наелась. Наелась. Потому что я медленно ела. Из-за этого я наелась. Все, спасибо, ребятки. А, еще мне в комментариях написали, Люба, тебе идет такой цвет. А я, наоборот, говорю, господи, какой цвет. Это у меня платье, ребятки, по колено. Как мешок. Ну, как вот просто футболка длинная. ХБшка. На Валбрис заказывал 600 рублей. Многие написали, Люба, тебе так идет этот цвет. А я, наоборот, Саня, говорю, о, шкин-кот. Мне столько лет, а я вырядилась, да, это розовая фламинго. Потом, глядя, я как розовая свинья. Как свинья розовая, свинка Пепа, да. Ну, это, ребятки. Короче, вот такие у нас дела. Вроде бы все вам рассказала. Все, пошли мы. Я, по-моему, посуду, ребятки, Саня не будет. Кстати, ребятки, мы хотим на днях еще поехать в Краснодар и посмотреть посудомоечную машину, стиральную машину, духовку, духовой шкаф и варочную поверхность, представляете? Мы будем брать электрическую. не индукционно потому что но индукционная сами не надо у него кардиостимулятор короче вот это уже надо я не знаю как мы поедем сайта будет там такая жара вот просто но вы знаете даже хоть в машине кондиционер от того что из окна солнце греет на ноги да вот на все на руки назад надо садиться я не могу назад я должна дорогу контролировать как ты без меня будешь посередине 50 мне неудобно но буду спинку же никуда откинуть ты же без меня не можешь сам поймать без мяса за не можешь он не умеет ребятки я навигатор если бы мой может там будет летела бы сзади бежала ребятки я навигатор все просто элементарно просто сами не умеет я муза его ребятки где потише где еще тише я не люблю честно обгоны я не люблю скорость для меня это вот знать у меня сразу начинается вот я чувствую все внутренние органы и вам правду говорю я потому что есть знакомые которые погибли из-за сожалению по вине от чужих других людей знаете но вот из-за этих обгонов я вообще боюсь вот эти помни знаете как вот тише едешь дальше будешь не нужно жизнь одна и вот найти не порой люди так летят нас такое ощущение что у них 10 жизни вот просто жутко страшно особенно когда с моря едешь ребятки там вот жесть просто я трус на мне надо потихонечку и без обгонов и держать дистанцию все вот правда вот я вот такой я такой я вот такой водитель я не трус за рулем но я и не такой вот найти как не шумах не шумахер да нужно держать золотую середину но если сами начинает делать конечно я камер отключает там ребятки туши свет да я не люблю и я никогда дороге не сплю потому что я даже буду вот так сидеть буду с москвы ехать я буду бдить вот эту дорогу то что вот лобовое впереди я буду это все наблюдать и смотреть вот такой человек ребятки это не изменить просто нужно подстраиваться под каждого правильно сами под меня подстраиваться я пацану подстраиваюсь выступаем друг другу ребят что ты смеешься нет да тихушник спасибо всех обнимаем любим целуем здоровья крепкого чистого мирного неба над головой всем людям всем 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 вот все ребятки всем спасибо всем пока всем пока 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 ребят спасибо всем пока